Двое ученых Магнитогорского государственного технического университета получили гранты Российского научного фонда по 15 миллионов рублей. Это заведующий кафедрой литейного производства и материаловедения Константин Вдовин и профессор кафедры обработки металлов давлением Александр Песин. С обладателем одного из грантов Александром Моисеевичем Песиным встретилась и наша съемочная группа. По словам Александра Песина, ранее ученые МГТУ неоднократно подавали заявки на получение гранта Российского научного фонда. Но только в этом году им улыбнулась удача. Проект Александра Моисеевича и команда ученых МГТУ заключается в разработке и исследовании новых методов пластической деформации для получения металлических наноструктурированных листов повышенной прочности. Эти изыскания имеют большую практическую ценность. Они очень важны для развития прокатного производства Магнитогорского металлургического комбината. Эта работа направлена на то, чтобы повысить качество длинномерных изделий. Сейчас много говорят о получении очень большой прочности, высокой пластичности, получении такой наноструктур всевозможных. Но для очень маленьких материалов, для очень маленьких образцов это сделать удается. На длинномерных изделиях это сделать пока никому не удается. Грант в размере 15 миллионов рублей будет осваиваться в течение трех лет. И при успешном исполнении работы будет продлен еще на два года. Деньги пойдут на приобретение необходимого лабораторного оборудования и программного обеспечения, на плату командировок ученых и на их заработную плату. Самым главным и самым значимым является то, что эти средства будут потрачены на наших молодых ученых. Ведь эта цепочка подготовки кадров высшей квалификации, она не должна прерываться никогда. И эта финансовая поддержка поможет нам эту цепочку только сохранять и усиливать. Кстати, по словам Михаила Витальевича, этот год для МГТУ богат на государственные поощрения науки. Поддерживаются не только технические, но и гуманитарные дисциплины. Буквально месяц назад Российский гуманитарный фонд объявил о победе шести наших программ, связанных с историей, филологией, с лингвистикой. И это тоже очень значимо и ценно. Татьяна Зайцева, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН.